Мы находимся на церемонии награждения ежегодной национальной премии автомобиль года в России. Это индикатор общественного мнения на автомобильном российском рынке. В этом году главным призом для участников голосования стал легендарный Volkswagen Golf. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в столичном концертном зале «Известия Хоу». В этом году премия проводится уже в 19-й раз, и, как всегда, лучшие автомобили в 20-ти классах выбирались путем интернет-голосования, в котором приняли участие около миллиона человек. И эта цифра не меняется уже несколько лет. В попытке, скажем так, увеличить количество мы сталкиваемся с тем, что мы уменьшаем качество. А качество аудитории в этом смысле гораздо важнее. И при такой цифре миллион, мы получаем весьма четкую картинку происходящего. Главным призом для голосующих стал легендарный Volkswagen Golf. У нашей марки много успешных моделей, но когда мы говорим про ДНК Volkswagen, то это Golf. И мы с нетерпением ждем, когда на российский рынок выйдет восьмое поколение модели. Одна из самых массовых марок, Kia, взяла целых три титула. Пиканто стал лучшим городским автомобилем. Optima победила в среднем классе, а Kia Ceed получил звание новинки года. Мы строим хорошие автомобили. Они надежные, они красивые, они дружелюбные по отношению к их покупателю. Лучшим легким внедорожником стал Nissan X-Trail. В России эту машину любят за проходимость, за неприхотливость, за то, что она собирается в России. И российские инженеры доводят эту машину специально для российских условий. Всех победителей можно посмотреть на сайте премии.